Всем доброго времени! А сегодня мы приехали в парк Вентура парк. Это аттракционы и аквапарк. Поэтому я приглашаю вас в это увлекательное путешествие вместе с нами. Довольно-таки большая парковка здесь находится. На большое количество машин. Как сразу мы с вами заходим, есть схема, план, где что находится. Поэтому рекомендуем вам сфотографировать, чтобы не заблудиться. Внутри находятся здесь также сефы. Мы арендовали один на целый день. Это получается 160 песо. Размерчик небольшой. Ну, кстати, нормально, наверное, вместе утрамбуемся. Класс! Здесь находится также дельфинарий небольшой. Вон там вот вы можете видеть, люди стоят. Сейчас покажу. И ожидание вместе с дельфинами поплавать. А мы находимся за ограждением. И можем просто наблюдать за дельфинами. Вот. И надеемся, кстати, сейчас их покормят. А вот так вот мы буквально стоим. Роберт в восторге смотрит дельфинов. Ой, точно, будет их кормить сейчас. Вон они все подплыли. О, четверо их там. Четверо. В этом видео я вам расскажу, какие аттракционы здесь есть. Что входит в стоимость. Ну, и как, в общем-то, по загруженности в коронавирус. Фан стоил на двоих 55 долларов. Но это мы покупали заранее. На сайте бронировали. Там где-то за три дня идет скидка. То есть не раньше трех дней. Если на следующий день идете, то дороже намного. Вот есть тут небольшой такой самолет. Я записалась и буду на зиплайне кататься. Прогуляемся с вами по зонам. Здесь такая небольшая лаунж-зона. Можно полежать. И вот бурная река. А вот веревочный городок не работает сейчас. К сожалению, мне очень жаль. Я хотела, кстати, там полазить. Так, смотрите, вот с высоты веревочный парк. А вот с той части я буду кататься на зиплайне. Вот такая чудная ватрушка, смотрите, летит с салатовой горки. Но там нужно как минимум три персоны. Класс! Сейчас я прокачусь на этой сумасшедшей горке. Надеюсь, видео у меня получится. Но посмотрим. Вид, конечно, шикардосный. Самое страшное, это подходить. Ой, ой-ой-ой. Ага, я. Ай-яй-яй. Поехали! Мы это сделали! Класс! Сейчас я прокачусь на зиплайне. Телефон запрещает с собой проносить. Отдели на нас каски, снаряжение. Вот мы ждем. Но я все-таки телефон пронесла. Они хотят, наверное, сами снимать видео, а потом продавать. Так вот на Тарзанке летят. Сейчас покажу. Оп-оп-оп! И потом еще обратно. Полет довольно-таки стремительный. Но радует то, что он будет дважды. Поэтому вот я уже поднимаюсь на второй полет. Ну и немножко наблюдаю с высоты данный парк развлечений. Вот видите? А вот потом обратно также летим. В этой части небольшие аттракционы. Вот там картинг, американские горки и детская карусель. И вот водные горки, море. Так, подошла я на горку, всем известная под названием унитаз. Сейчас я сниму, как там волохается парень. Себя мне снять не удастся. Но обычно это очень весело. Так. Вот так он полетел. И баба! Класс! А вот эта вот полоса препятствий, к сожалению, не работает. Но, кстати, очень многого что-то здесь не работает. В условиях карантина. Но, в общем-то, все равно мы тут хорошо проводим время. И время, кстати, бежит очень быстро. Что сказать по поводу этих горок унитаз. Мне понравилось их две. И они, по сути, разные. Там открытая. Ты чуть-чуть вертишься вот так вот. А она закрытая. Прям долго можешь так присесть, разглядеть. Короче, стоит на обоих покататься. Но пойдемте с вами дальше изучать данный парк. Ну, а кто в море на волнах не накупался, здесь есть также волна. Можно попрыгать. Глубина небольшая. Перед нами детская зона. Но Роберт что-то не очень на ней хотел покататься. Ему не нравится, когда брызги сверху. Чуть-чуть вокруг здесь походил. То есть вот для малышей зона. И сейчас еще одну веселую штуку покажу. И вот такая веселая штука. Вот малыш поднимается справа за веревочку. А потом как батут на ней в припрыжку спускается вниз. Сейчас я попробую, впустят ли меня так же попрыгать. Тут вот тоже горочки. С вами посмотрим. Лежаков, кстати, много. Мы в будний день пришли. Сегодня четверг. Поэтому очередей на горках нету. Все свободно. Лежаков много. В ресторане места так же много. А вот Роберту нравится. Вот здесь в мини таких бассейнах плескаться как раз его глубина по колено. Так, Роберт осмелее уже под зонтиком купается. Молодец, адаптировался. Так, вот я спустилась к каруселям, видите, но особо они не работают. И есть две детские площадки небольшие. Американские горки я вот за сегодняшний день не видела, чтобы они работали. Может, карантин не работает. И вот здесь проход на картинг. Вот вам для примера показываю, как много свободных лежаков. Это вот в будний день, если приезжать. Очередей вообще нету. Свобода. Но я думаю, еще из-за того, что карантин сыграл свою роль. Аж проснулся, и мы пошли уже пообедать. Как видите, в общем-то нормально, перекусить здесь можно. Ресторан работает с 10.30 до 16. Мест довольно-таки много. Он просторный, большой. Так, есть фрукты в нарезке. И фруктовая желешка. Вот уже и нормальная еда подъехала. Котлеты для гамбургеров, сосиски, наггетсы. Вот там картофельные, а это куриные. Макароны. Овощи, рис. Кстати, есть и рыба, и мясо. Шикарно. То есть вот что у нас включает в себя ланч. Мы сначала пришли в 12. Здесь было так, как курица, свинина. Были розные чипы, начисы с сыром и по солью. Также был омлет с ветчиной. Ну, а из напиток, кстати, здесь только газировка. Ко-ко-ко, фанта. Так, сейчас мы будем кататься по бурной реке. Без ватрушки. Роберта, есть две ватрушки на руках. Повывем по течению и посмотрим с вами. С воды. Ой, как хорошо несет. Класс! Ой, Роберт, классно! Течение несет. Да, течение сильное. Не то, что у нас в аквапарке, да? Здесь так хорошо прям. Короче, говорю вам сразу. Река классная. Идти лучше под конец, чтобы вода прогрелась. Течение прям такое сильное вас уносит. Особенно, если вы на ватрушке, очень классно покатаетесь. Вот можно лежа на ватрушке, плыть и вот так наблюдать красоты. Что я вам могу сказать? Здесь мы с 10 утра до 5. 7 часов пронеслось просто как одно мгновение. Поэтому приезжайте с утра и наслаждайтесь целый день. Вот, мы обладели новым навыком. Круговорот в воде. Новые таланты открываем. Так, тут по правую сторону находится бар. Можно взять напитки. Так, сборные реки мы перешли уже на волны. Отжигаем по полной. Скоро аквапарт закроется и нас выгонят. Цена, кстати, вполне нормальная. Если брать через сайт и заранее, так как у вас уже еда входит, аттракционы входят, да? Здесь их не так много. Там буквально один зип-плайн, остальное закрыто. И получается 3-5 горочек, 6 водных горочек. 6 водных горочек. Ну и там бурная река и волны, и мини-бассейнчики. Вот эта голубая горка ничего особенного, но, кстати, едешь довольно-таки долго и несколько заворотов. А вот на желтой я не прокатилась, зато Руст катался много раз. Это Камикадзе. Летишь прям стремительно вниз, как небольшое свободное падение. Так, вот сейчас Руст летит вниз. Мы его снимаем. Вот он, вот он, вот он полетел. Класс! Здоровец! Класс! Так, ваши впечатления Камикадзе как? Да ничего не видно, прыжки в лицо. Так, вот эта голубая горка, за вороты. А вот там, кстати, картинг виден немного. Так, под конец нашего отдыха Роберт разошелся и готов вовсю везде тусить и отрываться. Ну, а мы пока продолжаем отдыхать. А вы подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До новых встреч!